Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Вероника Сухачева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях «Четверган» 18 октября. Смотрите в ближайшие минуты. Медведев уехал, а проблемы остались. Что изменится после визита премьер-министра в Калининград? Старое новое кресло. Александр Ярошук официально вступил в должность. Его большие ветки отклоняются с солнца, чтобы получить более питание и витамина Д. Айфон за пятерку. В Гуревске школьников необычным способом мотивируют учиться только на отлично. Отсюда мы можем полагать, что консульство уже создает искусственную очередь. Еще не открыли, а уже ажиотаж. Избавит ли от очередей новый визовый центр? Нежданная и неизмежная пришла. Валерий Меладзе стал самым дорогим артистом для калининградцев. В ноябре город ждет звездный десант. Куда сходить и сколько это стоит? Аэропорт Храброво может не дождаться завершения реконструкции. Это случится, если сейчас не начать работы по строительству взлетно-посадочной полосы. Срок ее эксплуатации завершается в 2015 году. Но дело в том, что по планам в этом же году работы по строительству должны только начаться. Местные власти уже попросили принести сроки на более ранние. Если строители не успеют, то Калининград может на какое-то время закрыть свои воздушные ворота. Мирий Анатольевич знает об этой проблеме и в свою очередь он сделал резолюцию на письме с возможностью проектирования в этом году. И сейчас возможно все-таки финансирование строительства объекта в 2013-2014 году. Кроме Храброво, Цуканов напомнил Медведеву о проблемах мелиорации и строительства Балтийского Артека. Не обошли стороной и визы, а точнее их отмену. У меня портится настроение. Хочется сказать все, что я думаю о некоторых моих партнерах. Я этого делать не буду. У нас совещание медицинское, мирное. Это заявление Медведева накануне не дало развить тему российского Баден-Бадена. Воплощение медицинского рая на территории России. Калининградская область может стать меккой для тех, кому необходимо поправить здоровье. Появится новое направление в местной туриндустрии – медицинский туризм. Кардиологический центр в Родниках только первая ласточка. Николай Цуканов сегодня уже без ограничений рассказывал о своих планах. Нужно помимо операций проводить реабилитацию. Это возможно. Очень мягкий климат в Калининградской области, медицинский туризм. Это мог бы привлекать сюда тысячи туристов. Строительство такого некого центра, я бы назвал это городком. Аналог рабочего названия, если хотите, это Баден-Баден, аналог такого городка. Городок на берегу моря с населением 20-30 тысяч. Нынешние города для этого не подходят, поэтому строить будут с нуля. Медицинские центры, санатории и гостиницы. Размер инвестиций на эти амбициозные планы еще не определен. Известно лишь, что область даст землю и климат, а строить будет уже бизнес. Глеб Федотов, Виктор Бузин, служба новостей, город. Сел на свое место. В ближайшие пять лет управлять Калининградом будет Александр Ярошук. В четверг у главы города стартовал новый срок полномочий. Ради этого городской избирком собрался в непривычном для себя месте. В здании на площади 1. До начала официальной части Ярошук и председатель избиркома даже замешкались. Решали, кто в какое кресло сядет. Впрочем, еще до начала мероприятия было известно, какое место Александр Ярошук сегодня займет. Процедура голосования членов избирательной комиссии была лишь формальностью. Уже через минуту Ярошук в руках держал удостоверение своей мечты. Уже известно, что в ближайшее время администрацию города ждет масштабная реорганизация. Планируется и сокращение штата, и заполнение коридоров власти новыми лицами. Тут же свое удостоверение получил Арсений Махлов. Отныне он депутат окружного совета по 25 округу. Проще говоря, от поселка Космодемьянского. Получили пятерки, подарили айфон. В Гуревском районе школьники получили дополнительную мотивацию для хорошей учебы. Акцию решили провести спонсоры, чтобы поощрить одаренных детей. Но ценные подарки ждут не только их. Какие сюрпризы приготовили школьникам за положительные оценки в дневниках, узнавала Алиса Лебель. Почти пять тысяч таких дневников получили школьники Гуревского района, в том числе ученики школы будущего в поселке Большое Исакова. Обычный, на первый взгляд, дневник может стать билетом на получение дорогой техники. Так что школьники больше не прячут дневники в портфелях и с радостью несут их учителю. Появился стимул выставлять все оценки из журнала сразу в дневник, то есть более точное ведение дневника, так как идет конкурс. А когда появляются сомнения, можно заглянуть на последнюю страницу и увидеть, что же делать в конце года, если будешь хорошо учиться. Айфоны, ноутбуки, фотоаппараты и многое другое – все это ждет учеников-отличников и хорошистов в конце учебного года. Такой дневник теперь не только школьный документ, но еще и предмет гордости. У нас практически вся школа пользуется этими дневниками. Это хорошо, это показывает не только лицо ученика, но и лицо всей нашей школы. По словам администрации Гурьевского района, в школах есть ученики и с низкой успеваемостью. Но введение новых дневников не огорчило их, а наоборот – подклеснуло к успешной учебе. Они поняли, что результатов не получить. Хотя мы тоже заложили в этой акции предусмотрено, все равно поощрительный какой-то приз по результатам представленного дневника. То есть стимул, в принципе, у каждого есть. У него большие ветки отклоняется солнце, чтобы получить более питание, витамина Д. Стараются и школьники младших классов. Поднимают руки, отвечают. Но для них новые дневники – как игра. По словам учителей, дети в первую очередь должны тянуться к знаниям сами, не за подарки. Айфоны же станут лишь поощрением и приятной наградой за труды. И новая акция уже приносит свои плоды. Прошел всего месяц, но уже сейчас понятно, что ребята стали учиться чуть лучше. И отличников на конец года у нас будет больше, чем в прошлом году. Алексей Викторович уверен, что его выпускники обязательно станут в будущем нобелевскими лауреатами. Пока же школьники усердно занимаются, соревнуются между собой по количеству пятерок в дневниках и ждут конца года. Победителем должен стать сильнейший, как в спорте. Алиса Лебель, Назим Габибов, Служба новостей город. Лучшее в уголовно-исполнительной системе. В Калининграде стартовал конкурс «Мисс Уиз». В нем принимают участие 11 девушек, которые работают в СИЗО, колониях и тюрьмах города. На первом этапе они показали, на что способны в стрельбе, строевой подготовке и физической силе. Ровная походка и выполнение всех команд. За это инструкторы ставят высшие баллы. Но и снимают за слишком грациозную ходьбу. На конкурсе «Мисс Уиз», который проходит один раз в три года, только лучшие сотрудницы уголовно-исправительной системы. Все эти девушки работают в не совсем женской сфере. Девушки работают совершенно в разных профессиях. Как обыкновенные, скажем так, чиновники, сидящие там в кадрах, допустим, инспектора каких-либо отделов, так и есть люди, которые реально несут службу на вышках где-то, в отделах оперативных, в отделах режима, то есть непосредственно контактятся с осужденными. Ну и, как вы видите, я думаю, не теряются. Это на них не давит. Первый этап конкурса проходит в исправительной колонии в Колосовке. Сначала проверяется профессиональная подготовка участниц. Помимо строевой, они должны продемонстрировать и меткость. Для этого в тире девушки разбились на пары и послушно выполняли требования экзаменатора. Рука, пускайся, срывая стойка. Товарищ майдер, на отнести на 8 патронов получила. 8 патронов получила. Посмотрю. В тире с расстояния 25 метров нужно 8 выстрелами попасть, как говорится, в яблочко. В руках пистолет Макарова. Как признались девушки, раньше они стреляли всего пару раз, поэтому волнуются. Но результат – это главное, даже несмотря на аккуратный маникюр некоторых участниц. В этот же день рядовые лейтенанты и капитаны показали себя в комплексно-силовых упражнениях. За одну минуту нужно было выполнить как можно больше наклона вперед и отжимания от пола. Эти нормы едины не только в Калининграде. Конкурс общероссийский. В этот день во всех городах нашей страны сотрудницы уголовной исправительной системы участвуют в соревнованиях. И таких немало. В тюрьмах и СИЗО работают настоящие профессионалы. За этой работой скрываются действительно и нервы, и силы многое отдаешь. И надо быть хорошим психологом для того, чтобы уметь работать с таким спецконтингентом. Но с другой стороны, любая девушка в наше время, в современности может способностью, такой обладает, работать на любой работе. Но на этом конкурс не заканчивается. Впереди еще плавание и творческая программа. 24 октября все участницы проявят себя в конкурсах «Краса России», «Творческий номер», «УИЗ», «Кино», где надо будет озвучить фрагмент фильма и других. Победительницы отправятся в Москву, где сразятся с лучшими сотрудницами уголовной исправительной системы со всей России. Полина Степанюк, Константин Казанцев, Служба новостей в город. Сразу после рекламы вы увидите. Отсюда мы можем полагать, что консульство уже создает искусственную очередь. Еще не открыли, а уже ажиотаж. Избавит ли от очередей новый визовый центр. Вместе мы сила. В доме ветеранов пенсионеры и студенты сразились в кулинарном поединке. Валерий Миладзе стал самым дорогим артистом для калининградцев. В ноябре город ждет звездный десант. Куда сходить и сколько это стоит? Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей город и мы продолжаем. Битва за визовый центр. Дата его открытия калининградцам уже известна. 16 ноября. Но пока непонятно, кто будет оказывать населению эти услуги. Компания, которая предложила за них меньшую стоимость, не выиграла. И сейчас собирается оспаривать это решение через польский МИД. Участие нашей компании никто не ожидал. Потому как условия, согласно спецификации, были поставлены недостижимые. Чем меньше цена, тем больше шансов выиграть конкурс. Фирма Владимира Радзиковского за прием визовых заявлений установила стоимость 11 евро. За получение документов на малое приграничное движение – 8 евро. Кроме калининградской, в тендере участвовали две индийских компании. И одна из них победила. Но Владимир уверен, что эта победа досталась сопернику нечестным путем. 16 ноября будет открыт визовый центр. И все желающие могут подать туда, не зарегистрированные в системе Е-консулат. Отсюда мы можем полагать, что консульство уже создает искусственную очередь. И направляет людей в визовые центры. Компания Владимира планирует открыть в Калининграде 15 окон по приему заявлений на получение виз и документов на малое приграничное движение. И еще по четыре в Советске и Черняховске. В дальнейшем охватить и другие крупные города области. Но в ближайший месяц фирму ждут разбирательства с польским МИДом, чтобы оспорить решение конкурсной комиссии. Владимир со своими коллегами намерены бороться до победного. Их главный аргумент – мы представляем интересы калининградцев. Уникальная икона приедет в Калининград, чтобы излечить от алкоголизма. А повестка в армию будет приходить по электронной почте. Эти и другие новости смотрите в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». В Калининград привезут икону, исцеляющую от алкоголизма. На протяжении двух веков образу Божьей Матери «Неупиваемая чаша» молятся те, кто мечтает избавить себя или своих близких от алкогольной и наркотической зависимости. 3 и 4 ноября чудотворная икона будет в храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице Клавы Назаровой. После ее отправят в поселок Невинское. У россиян появятся официальные адреса электронной почты. Заводить свой ящик в интернете обяжет закон о почтовой связи. Власти уверяют, это поможет им бороться с уклонистами от армии и должниками. Предполагается, что система будет фиксировать факт получения и прочтения письма. А значит, у человека не будет возможности заявить, что он не видел повестку в суд или военкомат. Министерство труда выступает против дискриминации. Чиновники хотят запретить работодателям отбирать сотрудников по возрасту и указывать такие ограничения в объявлениях о приеме на работу. Как заявил замминистра труда Алексей Вовченко, это в первую очередь должно помочь людям пенсионного возраста. Водители должны будут проходить обязательный медицинский осмотр раз в пять лет. Во время обследования автовладельцам будет необходимо пройти тесты наркотики и алкоголь. Проект закона уже внесен в Госдуму. Напомним, в настоящее время такая проверка здоровья производится при смене прав, то есть один раз в 10 лет. В правительстве Калининградской области установят новые камеры видеонаблюдения. Более продвинутая аппаратура появится снаружи и внутри. В конкурсном выполнении работ уже объявлена начальная цена торгов чуть больше 5 миллионов рублей. Победитель станет известен 23 октября. Курсы валют на 19 октября. Мясо по-французски и пироги. Именно такие блюда готовили в четверг в Доме ветеранов. Студенты-волонтеры организовали здесь кулинарный поединок. Такое мероприятие проводится уже во второй раз. И пенсионеры ждут этого дня с нетерпением. Посоревноваться в кулинарных способностях и пообщаться с молодежью для них всегда праздник. Каждому из ветеранов здесь больше 80, но возраст для них не помеха. Наоборот, шанс показать класс студентам в приготовлении блюд добавлял еще больше азарта. Кулинаров поделили на 4 команды, по 2 студента и 2 ветерана. Чтобы определить, кому что готовить, бросили жребий. На кону три блюда. Закуска, горячая и десерт. На все полтора часа времени. Ветераны готовились к конкурсу, поэтому блюдами вроде мяса по-французски смутить их не удалось. Такие поединки для ветеранов – единственная возможность посоревноваться с молодым поколением наравне. Независимо от итога конкурса победителями станут дружба и веселье. Но пенсионеры постарались и приготовили для студентов призы и подарки. Все они сделаны собственными руками. Есть особые презенты и для их старших товарищей. Ну еще у нас есть отдельные призы тем, кто как бы особо себя проявит. Бутылочка коньяка. Так что есть чем порадовать ветеранов. Когда все команды закончат, начнется самая приятная часть поединка – дегустация. Бум знаменитостей в Калининграде. Этой осенью наш город посетят самые топовые артисты. Король лепотажа Борис Моисеев, скандально известные Линда и татушка Юлия Волкова. Мы решили узнать, какие сюрпризы ожидают любители музыки, а также о капризах приезжих артистов и ценах на билеты. Обо всем подробнее наш культурный обозреватель Денис Саландин. Этой осенью нас ожидает настоящий звездопад. Знаменитости с завидной регулярностью приезжают к нам в город. Ну и разнообразие репертуара тоже удивляет. Это артисты разговорного жанра, звезды 90-х и мировая знаменитость. Самый первый и самый эпатажный из всех Борис Моисеев подарит своим поклонникам новую концертную программу «Лучший из мужчин». В Калининграде артист пробудет всего сутки. Проживать будет в гостинице с четырьмя звездами. По райдеру в его номере должны быть пепельницы и минеральная вода. Следующий в составе «Звездного десанта» Тамара Гверцители. 24 октября она выступит на сцене Драматического театра. А уже на следующий день к нам приедет самая знаменитая «Золушка России» Людмила Сенчина. Кстати, райдер народной артистки от нынешних звезд сильно отличается. Ну вообще меня уже че издевляют в этих райдерах. Вот, есть какие-то вещи, связанные, может, с питанием, там, 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 мед, орехи, так скажем, свежие фрукты, там, водичка. А вообще такая артистка достаточно непритязательная. Песня о мишене, в жизни, как обычно, нет гармонии. Ноябрь обещает быть еще более интересным. 2-го числа «Белая ворона» 90-х, Линда, споет всеми любимые хиты. Чуть позже, 7 ноября, в Доме искусств, станцует самая габаритная балерина России Анастасия Волочкова. А в середине месяца выступит любимец всех женщин Валерий Меладзе. Ну, а под занавес месяца с сольным концертом экс-татушка Юлия Волкова. А кто рискнул с собой, вы был. В ноябре нас ожидает еще один сюрприз. На этот раз мирового масштаба. К нам приедет звезда Востока и призер Евровидения Араш. Но искушенная калининградская публика жаждет увидеть и других звезд. Николай Басков. ДДТ, пожалуй, да. Ножемщи. Камеди Вумен. Артистки из Камеди Вумен в полном составе будут шутить со сцены Дома искусств. Что касается цен на билеты, то, как поясняют организаторы, они останутся на прежнем уровне. Здесь действует простой принцип. Чем раньше вы покупаете билеты, тем они дешевле. Из-за популярности проекта Камеди Вумен очень хорошо продаются. Стоимость от двух до трех с половиной тысяч рублей. Тамара Гвальцетеля до трех тысяч рублей. Посмотреть на Юлю Волкову и Линду можно за тысячу рублей. Самые дорогие билеты на Валерия Меладзе до четырех тысяч рублей. Цены указаны на текущий момент, пока есть билеты. А значит, самое время выбрать концерт по душе и кошельку. Денис Саландин, Назим Габибов, Служба новостей, Город. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 919404. Также я напоминаю, что все новости дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру. Там же вы можете посмотреть и онлайн-трансляцию телеканала. И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей Город. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова